Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас будем говорить об очередной волне репрессий против крымских татар в Крыму. Пообщаемся с Михаилом Шмушковичем, главой Одесской городской организации партии «Солидарность». Приветствуем вас, Михаил. Добрый вечер. Ну и напоминаем нашим телезрителям, что у нас проходит голосование. Вы в нем можете принять участие. Напомню, как оно звучит. Голосование связано с сегодняшними событиями на фонтанской дороге. Звучит оно так. Активистам, которые устраивают массовые потасовки, надо. И три варианта ответа. Надо сажать в тюрьму. Все зависит от ситуации второй вариант. И третьим надо штрафовать. Принимайте участие. Будем разбирать эту ситуацию чуть позже, начиная с 7 часов следующего часа. А прямо сейчас давайте смотрим небольшой сюжет по репрессиям, которые сейчас происходят в Крыму против крымских татар. И вернемся. Продолжим. В четвертый год оккупации России и Крыма. Там продолжается притеснение крымско-татарского населения. 21 мая на территории полуострова прошли обыски и задержания активистов, в том числе представителей Меджлиса. Сегодня утром полиция нагрянула в жилище координатора Крымской солидарности Мустафаева. Также обыск прошел в доме активиста Смайлова. Позже глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что оба они арестованы сотрудниками ФСБ. 2018-й стал четвертым годом крымской оккупации. Напомним, как это было. Вооруженные зеленые человечки из России в феврале 2014-го поддержали государственный переворот, организованный местными чиновниками по Кремльскому сценарию. Аннексированные в Москве формально позволили результаты так называемого референдума, ей уже и подготовленного. А чтобы новая бескровная технология захвата территорий сработала, в Крыму на крыльске референдума появились иностранные военные. Отрицая, что являются российскими военнослужащими, они свободно и без акцента говорили по-русски. Присутствие вооруженных до зубов неизвестных стало ключевым условием путинского плана по отжатию Крыма у Украины. И если факт проведения народного волеизъявления был нужен Путину как обоснование своих действий в глазах мировой общественности, физическое невмешательство Киева в эту ситуацию обеспечили загадочные российские военные. Они стали демонстрацией мускулов и должны были показать украинской власти, что все куда серьезнее, чем кажется. Аннексировав Крым, путинский режим первым делом стал избавляться от неугодных. Аресты и допросы, проживавших там татарным делом, ведь именно они первыми выступили против российского вторжения. После захвата полуострова Москва начала реализацию проекта по строительству моста через Керченский пролив. Конструкцию в мае этого года торжественно открыл президент Путин, проехавшись по мосту на Камазе. А вот Украине в этой ситуации не до веселья. В международный трибунал в Гааге поступил иск, в котором Киев просит в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву признать строительство моста незаконным. Россиянам цей місць нагодится як дорога для відступу. А Украина після відновлення свого суверенитета в Крыму використає його для звездок с Кубанью, де, до речи, живет також велика кількість украинцев. Строительство моста также осудили США, Канада, большинство стран ЕС и Североатлантического альянса. Вынести вердикт относительно законности строительства моста через Керченский пролив суд обещает не ранее 2019 года. А вот уровень жизни и благосостояния крымчан после аннексии лучшими не стали. Среди обсуждаемых проблем – туристический упадок, плохие дороги, однообразие витрин, в том числе продуктовых, безработица и другие острые темы. О туристическом игноре говорят цифры. До аннексии полуостров ежегодно посещали более 6 миллионов отдыхающих. А после так называемого «воссоединения с Россией» их количество не дотягивает и до двух. События 2014 года также поставили крест на развитие сельского хозяйства. Перекрытие Северокрымского канала лишило фермеров главного источника орошения посевных земель. А закрытые границы и непризнание аннексии мировым сообществам фактически лишило их рынков сбыта. Кроме того, оккупация сильнейшим образом ударила по малому бизнесу, который до сих пор не может от него оправиться. Ну что, на самом деле, репрессии и определенного рода давление на крымских татар осуществляется начиная с 2014 года. Однако, действительно, имеет волнообразную какую-то форму. Вот сейчас определенная новая волна. Давайте подумаем, с чем это связано и каким образом, возможно… Ну, связано абсолютно очевидно с датой депортации крымцев. Они себя крымскими татарами не называют, они себя называют крымцами, которая произошла в 1944 году. И очевидно, что для этого народа это страшная боль, страшная трагедия, которая коснулась фактически каждой семьи, которая на сегодняшний день проживает на территории Крыма. И они всегда традиционно, в последние годы, всегда пытались таким-либо образом отмечать. И с этим, против этого, активно всегда выступали крайне пророссийские направленности группы, которые говорили месседжи а-ля, что их туда вывезли, чтобы их спасти, потому что иначе бы их перебили бы в Крыму за сотрудничество с немцами. Ну, целый народ, понятное дело. Я думаю, что сейчас они готовили определенные акции, которые были очень жестко пресекались, и даже в зачатке которых пресекались российские ФСБ. А что это могут быть за акции? Это демонстрации, манифесты? Ну, каким образом можно, учитывая, что там спецслужбы работают неплохо, демонстрировать нам свою кутовую манифест? Ну, это достаточно, безусловно. Во-первых, если проукраинских активистов в Крыму было достаточно немного, и все они либо находятся в тюрьме, то и находятся уже на территории континентальной Украины, которая не оккупирована, то целый народ, как бы невозможно там вычленить тех людей с какими-то настроениями. Их подавляющее большинство, они настроены антироссийски. Это не является какой-то тайной. Даже на этой этапе вхождения в Крым российских войск, не секрет, что Путин пытался даже сам лично говорить с лидерами крымского народа, поэтому, в принципе, ничего удивительного нет. И там, ну, посадили там 30 или 40 человек, это сотни тысяч других людей, не стали думать иначе. Но людей запугивают, людей уничтожают. И им приходится очень, мягко говоря, несладко. Что сегодня физически в Крыму уничтожают людей, вы сами сказали. Уничтожают людей, которые способны даже к мирным акциям. Их убивают? Их садят в тюрьму. Вопроса два появляется в таком случае. Почему не действует РФ тотально в этом вопросе? Почему им не удается решить вопрос крымских татар быстро? И второе, почему мирятся они так долго и, например, не уезжают в Украину? Ну, потому что это их земля, и они не собираются ее кому-либо отдавать. Потому что абсолютно даже по всем международным конвенциям они признаны коренным народом Крыма, в отличие от россиян и украинцев, коими ими не являются по национальности. А что касается, почему они не справляются? Потому что это целый народ. Давайте выслушаем по телефону у нас Айдер Муждабаев, зам главреда телеканала АТР. Приветствуем вас. Здравствуйте. Да, я вас приветствую. В вашей версии, с чем связана очередная волна репрессий, прекращались ли они на самом деле, и корректно говорить, что это какие-то этапы? Ну, нет, говорить это некорректно, потому что мы не можем выделить даже каких-то этапов. Это все идет планомерно, начинается аннексия, когда они убили первого крымского татарина, и вообще первого гражданина Украины решат, а у меня убили дверцы, расчленили, и закопали там, чтобы было видно часть тела, чтобы быстро нашли около крымского татарского поселка. Их политика для меня стала абсолютно понятной, и, к сожалению, меня ничего не удивляет. Это политика, направленная на создание атмосферы страха, и атмосферы ощущения опасности. Поэтому уже десятки тысяч крымских татар уехали из Крыма просто из-за соображений опасности, из-за личной безопасности, из-за своих, из-за своих близких. И чтобы понимать, крымский татарин просто так из Крыма не уедет. Это действительно опасность. Значит, ситуация такая, что человек опасается. А сколько осталось сегодня все же, по последней информации, в Крыму крымских татар? Очень некорректно оперировать конкретные цифры, потому что то, что мы знаем, это переписи аж начало 2000-х годов. И единственные какие-то корректные данные, которые сохранили где-то 330 тысяч в Крыму, крымских татар, из двух миллионов населения до аннексии. Сколько на самом деле, никто вам, я думаю, не скажет точно, но, наверное, что-то в районе 330 тысяч, может быть, так и есть, плюс-минус, непонятно. Но и цифра недавно официально опубликованная, что более 20 тысяч крымских татар покинули Крым с момента аннексии. Она тоже не окончательная, потому что многие, имея родственников в Крыму, боятся даже регистрироваться, потому что там ФСБшники приходят, понимаете? И они просто уезжают, и все. И мы точной цифры не знаем, но это все, я думаю, колеблется в районе 10% крымско-татарского населения. Это фантастическая цифра для крымско-татар. Это идет процесс выдавливания населения. И я думаю, что как раз процент крымских татар в Крыму сильно уже упал, потому что они же заводят население из Российской Федерации туда и заводят его не даже десятками, а сотнями тысяч. Эдер, скажите, пожалуйста, а как вот выглядит на самом деле этот неприятный процесс, когда к человеку врываются службы, спецслужбы РФ, и, судя по всему, прямо из дому его забирают в места отдаленные? Расскажу вам вопрос. Чтобы понять, что происходит с крымскими татарами, действительно, каждому неплохо было бы представить эту картину. В шесть утра они обычно в это время приходят. Автозаки, собаки, до сих пор вооруженные люди в масках. Раньше они даже вертолеты использовали для создания шума и трясущихся окон в поселках. Но сейчас, видимо, уже так много репрессий, что на вертолетах они экономят. А все остальное, это абсолютно эстетика таких оплат. Вы можете соблюдать, допустим, фильмы с художественных прогрессов. Ну, судя по всему, устрашающий эффект обязательный. Вот они окружали мечети. Вот они не знают, что делают. Они окружают, допустим, мечеть. И людей оттуда всех сажают, как на селедку в банк, вывозят и берут у них слюну, отпечатки пальцев рук и даже ног. То есть это еще и процесс унижения, вот этой фильтрации. А когда они сегодня приходили вот к этим двум крымскими татарами, которых они увезли, там адвокаты, сейчас я только что смотрел АТР, репортаж, рассказывают, что они очень сильно пугают детей. Дети кричат. Ну, собаки, вы понимаете, да, что такое прочий антураж вообще ужасающий. Отец там на полу с автоматами и так далее. Дети кричали, и мама пыталась их успокоить, а детей четверо вот у этого человека. Она пыталась успокоить ей. ФСБшники запретили даже детей, успокаивать. Они так и кричали весь опыт. А в целом, вот все это направлено на такое тотальное удержение. Они же это не просто, все же знают, как это происходит. Это все снимается на видео, там снаружи, но не внутри там не получается, но снаружи снимают люди на видео. Это все в интернете. Это все они показывают, демонстрируют и так далее. Единственное, что они постеснялись продемонстрировать, как они убили, значит, кронозащитницу, знакомую Андрея Дмитриевича Сахарова, Виджея Кашка, когда они ее просто запихали в скорую помощь, когда ей плохо стало во время задержания, 84 года, она скорую помощь скончалась. И с того задержания они ее одну вырезали, как они ее, они над ней издевали. А всех остальных, они показывают, показывают, показывают это. Я называю это политикой гибридного гетта. Это политика такого запугивания всестороннего, убийственными, похищениями. У нас, знаете, как все татары пишут в закрытых чатах, когда кого-то арестовывают, значит, что они здесь, слава богу, человек нашелся. То есть, есть люди, которые просто пропадают, и их вообще нигде нет, их в тюрьме нет. А каким образом и вообще существует ли доступ адвокатов уже после того, как задерживают людей, и могут ли семьи видеться? Ну, смотрите, адвокатура, это же в Российской Федерации, в российских реальностях, это такая, в общем, фейковая структура. Они просто ведь могут в открытую там тройку возродить, и вот они имитируют процесс. На самом деле, адвокаты, к сожалению, не могут повлиять на следствие, на суд, там, понятно, все диктуется напрямую в СССР, но они даже таких необязательно формальностей не соблюдают. Они сегодня не пускали адвокатов, они без того обыска, никуда. Они, понимаете, даже такие вещи делают. Они не пускают родственников на суды, они не привозят подсудимых на суды по скайпу, общаются с ними, чтобы с ним родственники, дети, чтобы их годами не видели, да? Вот, и все это показывается, 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 и они так хотят объяснить Крымскую Сатару, что так будет с каждым, но любого, что хотим, мы то и сделаем с вами. У вас нет ни защиты, ничего. Эйдер, спасибо вам, что нашли время. Эйдер Муджабаев, журналист, замглавного редактора телеканала АТР, был у нас на телефонной связи. Возвращаемся в студию. Ну, да, услышали. Действительно, жуткие истории. Хотелось бы понимать, на самом деле, вот в политическом смысле поменяется ли что-то после того, как Владимир Путин с вот этой помпой открывал мост, заезжал на него на грузовиках и прочее. Ну, правда ведь, обещали и сделали, и не было уверенности у украинской стороны, много тоже об этом говорили, что вот не построят очень дорого, санкции и прочее построили. На самом деле, ну, по сравнению с тем, что только что говорил ваш гость, ну, эти вещи как-то, мягко говоря, блекнут, потому что вещи действительно страшны, особенно если подумаешь, что нечто подобное может произойти с твоими близкими людьми лучше. Что касается моста, ну, насколько долго его построили, это большой вопрос. То, что построили, наверное, хорошо. Рано или поздно Крым вернется в нашу страну, а людям, которые много сделали, надо будет как-нибудь уходить, как уже было неоднократно, пускай уходят с миром. Что сказать? Ну, поживем и увидим. Скажите, пожалуйста, ходатайство, которое направило Украину в международный арбитражный суд по Керченскому мосту, это что? Это определенная процедура юридическая? работа, которая, к сожалению, занимает очень много времени. Только сейчас первые иски, которые были поданы еще в 2014 году, получили завершение. Дальше будет достаточно сложная процедура как бы взыскивания этих средств, но это нужно и правильно делать. И таких исков будет еще много, их будет десятки возможных судов. Но это быстро не работает. Нужно понимать... Международные суды вообще никогда не работают быстро. А взыскивать будет еще Маштану, Россия пытается не признавать решения, которые касаются не только Украины, а вообще по любым международным вопросам, которых она проигрывает. Ну, вот вы говорите, что Крым будет украинским, не будем обозначать никакую временную перспективу, однако вот к этой перспективе, какой-то пока еще весьма туманной и призрачной, смогут ли люди, крымские татары, буквально дожить до этого момента? Смогут, дожили жалить люди, которые поживают в странах Балтии. Рано или поздно такие вещи заканчиваются, рано или поздно империя рушится. Пойдут годы. Это очевидно. Сколько все-таки есть у вас рамки? Я не могу предсказать, когда Российская Федерация распадется. Только в таком случае? Спасибо вам. Михаил Шмушкович, глава Одесской городской организации партии БВП «Солидарность» был у нас в гостях. Передаем слово Али Есиной с выпуском новостей. После новостей вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова